Велосипед Считается, что велосипед-тандем – отличный способ сплотить людей. При этом такой вид транспорта достаточно редкий. Во всем мире продается всего лишь тысяча тандемов в год. Александр, можно я теперь спереди попробую порулить? Да, конечно. Тандем способен развивать большую скорость, особенно с горы, но в горку на нем забираться достаточно тяжело. Также за счет своей длины велосипед не отличается хорошей маневренностью. Александр, подскажите, вот мы только что покатались, вам где больше понравилось, на переднем сидении или на заднем? Спереди, потому что вид на дорогу, естественно, контролирует ситуацию, что происходит. А мне, честно признаться, больше понравилось сзади, потому что там не нужно контролировать ничего, а спереди ты чувствуешь все это равновесие и всю тяжесть человека, который сидит сзади тебя. Двухместный тандем в нашем городе стоит около 30 тысяч рублей. Сейчас, под конец сезона, магазины предлагают их со значительной скидкой. Кстати, взгляните, так выглядит тандем на 10 человек. Крутить педали устали ноги, а кататься на велосипеде все равно хочется. Выход из этой ситуации есть. Это электровелосипед. Еще один пока что необычный двухколесный вид транспорта – велосипед с электрическим приводом. С его помощью крутить педали будет значительно легче, а также простым нажатием кнопки велосипед может превратиться в скутер. Ольга, это электровелосипед, на котором можно ездить как на простом велосипеде, то есть крутить педали. А можно как на скутере. Поворачиваете ручку газа и едете. Сейчас я вам покажу, как с ним надо обращаться. Включаете ключ зажигания. На руле установлен велокомпьютер. Включаете велокомпьютер. Вот, сейчас он стоит в режиме помощи. Это когда при вращении педалей автоматически включается двигатель и помогает вам ехать. Давайте попробуем прокатиться в режиме помощи. Включите педали и почувствуйте, как помогает вам двигатель. Чтобы кататься на электровелосипеде, водительское удостоверение получать не нужно. Им очень легко управлять. Скорости переключаются автоматически. Если вы не ездите на велосипеде на работу только потому, что там бы пришлось после тяжелой поездки менять одежду, то с электровелосипедом эта проблема автоматически отпадает. Александр, а давайте попробуем проехать вообще без помощи педалей. Как это сделать? Давайте убираем просто режим помощи. И все. И сейчас просто нажимаем на ручку газа. Смотрите, я совсем не кричу педали, а велосипед едет. По весу электровелосипед чуть тяжелее обычного. Стоит такое удовольствие от 20 до 60 тысяч рублей. Также бывают складные варианты, которые легко помещаются в автомобиль. Ой, по-моему, у меня сломался велосипед. Крутятся только педали. Что делать? Не переживайте, Ольга. Просто у него кончился заряд, и надо его поставить на зарядку. В отличие от автомобиля, у которого закончился бензин, электровелосипед без зарядки не встанет. Вы сможете продолжить движение с помощью педалей. Заряжается такой агрегат от сети напряжением 220 вольт, как обычный мобильный телефон. Примерно зарядка идет от 4 до 6 часов. Полный заряд батареи. Александр, на сколько хватает заряда велосипеда? Заряда хватает до 45 километров. Можно проехать на одной зарядке. На данный момент велосипед-тандем и электровелосипед можно только купить. Но уже в следующем году екатеринбожцы смогут взять их на прокат. Осваивайте новые виды транспорта. Ольга Лощенко, Юлия Шленкова, Утренний Экспресс. Субтитры создавал DimaTorzok